Представлюсь, меня зовут Светлана Яцкевич, я менеджер компании, в компании уже 7 лет, по специальности сама я медик, у меня 2 специализации, одна санитарный фельдшер, это работа на санстанции контролирующие органы, я думаю, что может кто-то знаком, вторая клинический лаборант, фельдшер лаборант, да, то есть это работа непосредственно в поликлинике, где я отработала более 25 лет. Итак, сегодня мы с вами поговорим именно о здоровье наших детей, о счастье, о том, как же растить здоровых детей, успешных и счастливых, и при этом самим получать еще и удовольствие. Скажите, пожалуйста, есть у нас мамочки, у кого есть детки, бабушки, есть те, у кого есть дети? Отлично. Ну и, конечно, мне в самом начале хочется поздравить тех, у кого детки вчера пошли уже в школу, то есть поздравить с новыми эмоциями, с новыми будущими достижениями, с тем, что дети будут получать и удовольствие, дети будут получать и новые знания, конечно, будет и опыт, опыт, который будет где-то не очень положительный, да, но в основном это то, что детям нужно для их развития, и они действительно преуспели в жизни. Что касается меня, я пришла в компанию Арифлейм просто на продукт, мне нравилась продукция со скидкой, хотя я до этого пользовалась, покупала у знакомой, но когда узнала о дисконте, мне это очень понравилось. В последующем, если честно, я даже не подозревала, что в компании Арифлейм я смогу покупать тот продукт, как именно для здоровья, хотя на тот момент он нам был просто жизненно необходим для моей семьи. И вот уже на протяжении более чем, наверное, около пяти лет у меня муж постоянно принимает витамины компании Арифлейм, в моей семье те маленькие детки, у которых по возрасту, да, получается, они тоже их принимают, есть потрясающие результаты, я сегодня вам об этом расскажу. Ну и, конечно же, будем тогда приступать с вами. Конечно, дети – это вот оно наше счастье, ну и, в принципе, наше будущее напрямую зависит от здоровья наших детей, потому что нашим детям строить тот прекрасный мир, в котором мы будем с вами жить, да, продолжать жить все свои счастливые годы. На сегодняшний день доступно очень много литературы, которую можно почитать и в интернете, медицинской, да, и в интернете, да и просто книг достаточно. И, в принципе, родители есть возможность посмотреть, прочитать для себя, да, и использовать эту литературу для профилактики каких-то заболеваний детей. Либо даже если ребенок там приболел, можно получить тоже какую-то консультацию для того, чтобы, ну, оказать там минимальную какую-то помощь первую, да. Но в какой-то мере это не очень хорошо, потому что родители, они зачастую, у меня от себя, что они уже имеют какой-то опыт, либо там специализацию почитав литературу в интернете, и они запускают болезни детей, не обращаются вовремя к специалистам. Но на самом деле мы должны помнить, что за здоровье наших детей отвечают врачи, да, медицинские учреждения и мы сами родители. И вот когда мы родители, папы и мамы, когда медики и педагоги будем более конструктивно подходить к этим моментам, да, в поддержании здоровья детей, то и дети наши будут расти здоровыми и счастливыми. Конечно же, здоровье ребенка – это счастье. И когда ребенок, либо человек, он здоров, у него все-все по жизни получается. И очень важно, чтобы действительно здоровье людей, оно с каждым годом должно улучшаться. Но мы видим совершенно другую динамику. Очень много открывается аптек. И когда говорят, что много аптек, это говорит о том, что все-таки здоровье на сегодня, оно не очень хорошее, да. Вот когда аптеки будут закрываться, мы с вами поймем, что все-таки люди стали меньше, болеют и меньше обращаются в эти же аптеки. Очень часто мы спрашиваем, а чего же все-таки зависит здоровье? И как способствовать улучшению здоровья человека? Ведь мы все прекрасно понимаем, что то, что влияет на наше здоровье, да, говорят, что медицина имеет очень большой процент влияния. Но на самом деле это всего лишь 10% по состоянию здоровья отвечает медицина. Генетика – это 20%, да, тот фактор, который влияет на здоровье. Сейчас очень много различных методов и ранней диагностики, и много методов лечения. То есть на самом деле это небольшой процент влияния на здоровье. Экология, мы здесь с вами тоже ничего не можем практически сделать, да, изменить, это не от нас зависит. Мы можем только сами себя защитить, ну, себе помочь. И, конечно же, образ жизни, он, в принципе, влияет на 50% на наше здоровье. Ну, в принципе, когда здоровье, когда образ жизни человека соответствует всем, ну, таким нормам, правилам, да, положительным и, ну, адекватным, да, то есть вот тогда мы можем говорить, что здоровье – это, ну, вот один из факторов, который на это влияет. И на самом деле каждая мама, она всегда мечтает, чтобы ребенок рос счастливым и здоровым, чтобы ребенок добился определенных каких-то высот, вершин в жизни, да. Кто хочет, чтобы ребенок был спортсменом, кто-то мечтает о музыке. Но на самом деле у каждого ребенка есть потенциал, чтобы вот это все развивать. Но бывает такое, что что-то не так складывается, не так склеивается. И здесь, в принципе, понять очень сложно, потому что первый год, когда ребенок рождается, то есть, ну, ребенку помогает поддерживать его здоровье, его иммунитет, да, грудное молоко, которое он получает от мамы. Вот, а потом, конечно же, правильные продукты питания, которые он кушает. И вот если не сформируется у ребенка иммунитет на протяжении, ну, первого даже года, первых двух-трех лет, то ребенок начинает болеть. Когда ребеночка отдаем в детский садик, он болеет, да. Ну, ладно, в саду поболел и поболел, начинается школьный период. Вот, да, сейчас дети, которые успели за лет оздоровиться, ни разу не заболели, это здорово. Потому что сейчас, когда дети пошли, вот, допустим, с вчерашнего дня в школу, вы знаете, какой это стресс для ребенка, какой стресс для его организма, когда нужно рано встать, когда нужно высидеть этих 45 минут, когда нужно подготовиться к занятиям, когда еще и мама там куда-то торопится. Это такой нервный стресс, такое нервное напряжение. И дети, которые болели, да, вот, ну, такие, есть дети с хроническими заболеваниями. И дети идут в школу, и что получается? Первые дни, и ребенок заболел. Почему? Потому что снижен иммунитет. А когда стрессовое состояние, иммунитет еще больше дает сбой. Поэтому в этот момент, когда ребенок идет в школу, он начинает еще больше болеть. И что здесь дальше? В принципе, он пропускает занятия, а восстановить их сложно самому, да, если не учить. Научить дети, особо сами не хотят подтягивать какие-то предметы. Он начинает терять просто интерес к обучению, и в этот момент отстает от детей. Да, у него уже плохая успеваемость, и он в этот момент даже в школу, может, не хочет ходить. И уже на подсознанке еще больше начинает болеть. И, конечно же, когда ребенок болеет, пропускает занятия, он, ну, плохо учится, и, соответственно, в последующем, каким специалистом он будет. И он сможет учиться, и какое вообще состояние здоровья будет у этого человека. Поэтому низкий уровень жизни – это уже, ну, тоже не очень приятный момент, который человек может унаследовать именно из-за того, что часто болел. И, как сказал еще в V веке до нашей эры Сократ, что мы живем не для того, чтобы есть, да, а едим для того, чтобы жить. Хотя питание – это все-таки источник жизни. И мы с питанием очень много можем, получаем, наверное, да, то есть различных красителей, добавок с едой в свой организм. И это все-таки вызывает и аллергические реакции, и какие-то, ну, другие заболевания. Хотя ребенок, да, наш ребенок, маленький ребенок, он не знает, что такое правильное питание, и не знает, что правильно, а что нет. И вот медики разработали для, вот, разработали нормы по питанию. Они разработаны, и там нормы для деток детского сада, да. Хотя многие мамы, вот есть те мамы, кто в детский садик детки ходит, да, в ней часто видите, что рацион ребенка, ну, вы видите, что там рацион постоянно меняется. Там два раза в неделю одна и та же каша редко-редко бывает. Детям дают специальные нормы и по жирам, и по белкам, там все просчитывается, да, то есть это все очень отслеживается и с инстанцией, и другими органами. Кстати, есть разработаны нормы по питанию для беременных, для военных, для солдат, то есть это все специально. Поэтому, на самом деле, для деток существует такая же пирамида питания, как и для нас взрослых. Самый нижний уровень – это злаки, которые должен ребенок получать, их должно быть преобладающее количество. Второй уровень – это овощи и фрукты, которые тоже должны быть на столе у ребенка ежедневно. А, кстати, мясо-молочные продукты, они тоже должны присутствовать, потому что это источник белка, и без него мы просто никуда. И вот на вершине, да, я не знаю, видите, курсор работает у меня, и на самой вершине – это жиры и масла, да, которых, ну, должно быть в рационе ребенка самое минимальное количество. Ведь все жизненные процессы, которые происходят у нас в организме, они напрямую связаны с нашим питанием, да, с теми продуктами, которые мы кушаем. И это не значит, что это должен быть завтрак, обед и ужин, да, то есть это тоже должно быть. Но еще в рационе обязательно должны быть такие составляющие, как белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Вот без них, да, то есть наш организм вообще существует, будет очень-очень сложно ему работать. И основу нашего питания составляют белки, потому что это строительный материал. Вот именно белки, если их не хватает в рационе ребенка в первые три года, они, ребенок страдает и в психическом развитии, и в физическом. То есть на самом деле это не очень хорошо. Страдает костный мозг, страдают такие органы, как поджелудочная железа, да, то есть вот это тоже очень нехорошо. Кстати, если вы знаете, что жиры, ой, белки, они бывают и растительного, и животного происхождения. Так вот, в организме они тоже должны присутствовать и те белки, и другие. И правильно будет хорошим таким сочетанием, когда у нас есть, допустим, молочная каша, да, гречневая каша с молоком. Вот здесь самое оптимальное сочетание и белков, и животного, и растительного происхождения. И чтобы вы понимали, мясо, ну мясо, оно нужно. Ну знаете, мясо в нашем организме развивается на цепочке аминокислот от 36 до 72 часов. То есть где-то около 3 часов, 3 дней. И усвоится всего лишь только 18% аминокислот, а вот 82% аминокислот, они уйдут куда-то, ну, отложатся организмом в виде азотистых соединений в суставы, в мышцы. То есть на самом деле это будет, ну, это не очень хорошо, потому что это, ну, нездорово. И организм, когда он откладывает вот эти вот азотистые соединения, он их прячет. Он не всегда их выводит из организма, он их подпрятывает. А вот, чтобы вы понимали, растущему организму, детскому, очень нужен именно животный белок, потому что он входит в состав мышц. И если его не хватает, то ребенок сам растет, вот, костная масса растет, потому что гормональные изменения идут в организме. Костная масса растет, а вот мышцы не успевают. И вот здесь вот может произойти и сколиоз тот же самый, да, то есть, ну, не очень хорошо. Кстати, если недостаточно получает ребенок белка, это проблема еще с лишним весом. То есть вот здесь вот такие вот моменты по поводу белков для нашего организма. Ну, жиры, они нам нужны как источник энергии. В принципе, они есть насыщенные, ненасыщенные, то есть, либо полезные, неполезные, да. Вот насыщенные жиры, это твердые жиры такие, да. Их много в рацион питания включать не нужно, потому что, когда их много, это и холестерин повышенный в крови, это и проблема с различными органами, может быть, даже и сердце то же самое, и желудок. Вот. И если говорить о жирах, то жиры с этим нужны, да. То есть, необходимые жиры, они содержатся в масле, в сметане, в сале, да. И жиры животные, они усваиваются хуже, хуже, чем растительные. Вот. И не содержат в себе полезных витаминов жирорастворимых. Вы знаете их. Это витамин А, и Д, и Е, и К. А эти витамины детям для роста и развития очень-очень важны. В принципе, есть норма жиров для школьников, это 80-90 грамм в сутки. Ну, примерно 30% суточного рациона должны будете получать. Но в любом случае, как бы мы и говорили, а вот масло, сметана и растительное масло, это все обязательно дети должны получать в свой рацион питания. То есть, мы детям, ну, помимо всего прочего, да, то есть, их нужно кормить и хорошо кормить. Если говорить о роли жиров, то, конечно же, жиры – это в первую очередь источник энергии. Потом они входят в состав мембраны клетки. И если этих жиров будет недостаточно, то, конечно же, ребенок не получит витаминов жирорастворимых, да, потому что у детей, как сами понимаете, очень быстро сгорают все вот эти вот жиры, быстро усваиваются, да, то есть, ну, потребляется энергии их очень много. И жиры, которые животные и растительные, да, то есть, животных жиров ребенок должен получать примерно 70% растительных, 30%. То есть, это вот так вот они друг друга должны дополнять. Если она понимается, что если не будет хватать ребеночку жиров, да, в питании, то будет страдать иммунитет. Мембрана клетки, она не построится правильно, либо клетка возьмет себе жир, ну, нехороший жир, плохой, который в последующем не даст возможности ей получать питательные элементы, да, витамины и минералы. То есть, вот так вот. И, конечно же, если будет избыток жиров, да, то есть, опять же, это чревато и лишним весом, и у ребенка, ну, в общем-то, с кровью будет проблема, да, то есть, это будет, опять же, тот же самый холестерин, да, и кровь будет страдать, да, высокие гемоглобины, то есть, это тоже очень проблемно для детей. Если говорить об углеводах, углеводы есть быстрые, есть медленные, и для деток, для наших, очень важны именно медленные углеводы, те углеводы, которые будут давать им энергию на, ну, на более, на более, более длительно, да, потому что, когда вот детки у нас дома, потом они идут в сад, там с этим все в порядке. То есть, у ребенка утром накормят кашей, а в кашах, как обычно, это медленные углеводы, они дадут энергию, ребенок будет себя чувствовать хорошо. Как только ребеночек идет в школу, он теряет какой-то контроль мамы, там, бабушки, и он уже перестает завтракать, перестают завтракать и студенты, перестают завтракать и родители, и забывают о том, что завтрак – это самое важное в приеме пищи, и что завтрак должно состоять из медленных углеводов, да, которые будут медленно всасываться в кровь и давать человеку энергию. Человек будет работоспособен, он будет адекватен, я бы так сказала, мозг его будет работать нормально, человек не будет нервничать, и ребенок в том числе, да. Вот представьте, когда ребенок сидит на уроке, он голодный, и вот что он может усвоить, какой материал, и, в принципе, ему даже и неинтересно на этом уроке сидеть. Быстрые углеводы, они дают быстрый выброс сахара в кровь, и, в принципе, это очень быстрое насыщение, и в то же время, когда уровень сахара в крови падает, опять же, ребенок очень быстро хочет кушать, он там думает еще что-нибудь сладенькое перехватить, но, в принципе, вот углеводы, они нужны. Кстати, углеводы еще нужны для того, чтобы усваивались жиры, потому что без жиров углеводы, без углеводов жиры не усвоятся, то есть это важно. Но и источники медленных и быстрых углеводов, я думаю, что здесь вот на картинке они прописаны. Дело в том, что мед – это действительно такой вот самый быстрый углевод, наверное. В молоке содержатся углеводы, хотя в молоке содержатся и жиры, поэтому, когда кормим ребенка, допустим, тот же самый завтрак с кашей, мы понимаем, что ребенок получает и белок, и те же самые жиры, да, то есть и углеводы, то есть это, ну, это очень полезно. Значит, важно, чтобы в рационе ребенка обязательно были овощи и фрукты, то есть эти продукты, они должны быть постоянно на столе, на нашем столе, да, и в рационе. Дело в том, что дети не очень любят овощи, да, к фруктам еще как-то более-менее относятся, а овощей нет. И вот смотрите, если на обед у вашего ребенка картошка, то на ужин уже, пожалуйста, приготовьте ему что-то из овощей, потому что картошка, она содержит в себе крахмал, то есть, ну, это не очень хороший продукт, именно компонент, да, для того, чтобы, ну, для полного насыщения организма ребенка полезными витаминами, минералами. И, допустим, что касается овощей, это где-то 400 грамм в сутки, но то же самое касается и фруктов, да. Смотрите, чередуйте фрукты, яблоко, банан, берите фрукты, овощи по сезону, то есть, дополняйте это, но минимум, чтобы 2-3 фрукта в день ребенок съедал. Но в любом случае, скажу, что это все равно не восполнит той суточной нормы потребности ребенка в витаминах и минералах. И, конечно же, мало детей, даже, я так скажу, наверное, большинство детей отказываются от растительной пищи и рыбы. Они как-то все больше любят хот-доги, там, булочки, печеньки всякие, разные макароны, бутерброды. А в рационе ребенка, в принципе, хотя бы 3 раза в неделю должна быть рыба красная, да, на столе, икра, то есть, те продукты, которые будут давать им полезные омега-3 жирные кислоты. И, конечно же, молочные продукты они должны быть на столе обязательно у детей. Знаете, что по статистике не у всех детей бывают молочные продукты в день, даже вот в рационе питания. А это плачевно, потому что молочные продукты, помните, они содержат и белки, и жиры, и углеводы. А это то, что действительно нужно детям каждый день. И на сегодняшний день изменились, конечно же, технологии производства, экология, то есть, она совсем не очень хорошая стала. И стрессовые нагрузки у детей возросли. И поэтому мы понимаем, что детям расход витаминов и минералов организмом усиливается, но не пополняется. И детям нужно обязательно давать дополнительные комплексы витаминов, чтобы поддержать их организм. Вот белки и витамины в организме, они не накапливаются. То, что ребенок получает с пищей, с продуктами питания, оно выводится из организма. То есть, нет здесь никакого накапления, отложения каких-то. А мы очень часто забываем про воду. Вот знаете, вода, это тоже очень важно для организма. Почему? Потому что она выполняет функции выводящую и проводящую. Из организма она выводит различные шлаки, различные хорошие примеси. И в то же время она в каждой клеточке нашего организма несет витамины, минералы, микроэлементы. И это очень важно, чтобы ребенок получал тоже воду. Не покупайте детям много газированных напитков, там очень высокий уровень сахара. Вот, допустим, в баночке с поколой содержится, ну вот, были, в общем-то, 10 кусочков сахара. То есть, ну я не думаю, что кому-то из вас, кто-то из вас додумается положить своему собственному ребенку 10 кусков сахара, там, в чай или там, ну на пол-литра хотя бы, да. Это очень сладко. Варите детям сами компотики, если уж на то пошло, да, делайте какие-то морсы, то есть заменяйте это, то есть не будет столько сладкого. Но по поводу воды, помните, что у детей потребность в воде намного больше, чем у нас взрослых. Вот если нам взрослым нужно 30 мг воды на 1 кг веса, то деткам от года до 3 это 100 мг на 1 кг веса, потому что расход организма детского, он больше расходует воды, если у нас где-то 2-5%, у детей 10-15%. Поэтому для деток от 1 до 3 лет это где-то 100 мл на 1 кг веса. От 4 до 7 лет это 60 мг, и уже возраст 7-17 это 50 мг, а потом уже это взрослые люди. И помните про воду, да, давайте воду, не забывайте. Что касается привычек, да, то есть мы свои привычки... Хорошо, так будет лучше? Значит, что касается привычки, то мы формируем привычки сами. Мы, привычки у наших детей, они идут только от нас, да, то есть это модель нашего поведения, они ее полностью копируют, и порой они даже закладываются где-то на генном уровне. Вот, мы переводим очень часто деток маленьких, там в каком-то раннем-раннем возрасте на общий 100, и забываем о том, что все-таки будут проблемы с желудочно-кишечным трактом, с сахарным диабетом, ну, с аллергиями даже, потому что детский организм, он еще не способен, да, употреблять те продукты, которые кушаем мы взрослые. И какой мы, например, часто ребенку подаем? Мы любим картошку жареную, значит, ребенок будет кушать эту картошку. Вот, если мама с папой кушают кашу, то ребенок повторит это же самое. Ну, будем для них примером. Витамины в нашем организме, что касается витаминов, они в организме не синтезируются. То есть то, что мы получаем, то мы получаем, да, но роль витаминов в организме, она очень-очень большая. То есть это и ответ за иммунитет, это и за детородную функцию, это и органы кроветворения, то есть это все-все контролирует витамины. И в том числе обновление клеточек. Мы забываем о том, что наш организм, он находится в постоянной работе, он не спит. Это более 500 биохимических процессов, 50 тысяч биохимических процессов, которые происходят в нашем организме каждый день. И здесь, то есть, ну, на чем-то же организму нужно работать. Поэтому не забываем про витамины для детей, да, и о том, что все-таки роль их очень велика для организма взрослого и детского. На сегодняшний момент очень такая стоит проблема, как недостаток омега-3 жирных кислот в рационе питания и у взрослых, и у детей. Но еще когда ребеночек маленький, он, в принципе, получает омега-3 от мамы, да, с молоком мамы. Но этот период заканчивается, и ребенок, в принципе, перешел на, да, ну, там, на искусственное оскармливание и на общество. И вот где ему брать омега-3 жирные кислоты? Конечно, это рыба, но не все детки любят рыбу. Вот скажите, у вас есть те люди, у кого очень-очень дети любят рыбу, готовы ее там кушать, ну, не каждый день, но хотя бы 2-3 раза в день, ой, 2-3 раза в неделю. Любят дети у кого-нибудь рыбу? У меня лично нет. Мы не можем, не могли приучить детей, либо они сами этого не хотели, не любят, когда она пахнет, когда ее там жаришь. Да и то, смотрите, омега-3, это жирная, полиненасыщенная жирная кислота, она содержится у красной рыбы, да, но если эту красную рыбку пожарить, то омега-3 снижается. А если она еще и заморожена, то это 75% омега-3 жирных кислот, они пропали. Поэтому, если говорить о рыбе, то, конечно же, это и фосфор, то есть, ну, это нужно для деток в любом случае. И в то же время, если мы говорим про омега-3, они контролируют, очень контролируют и центральную нервную систему у человека, и головной мозг, и, в общем-то, и сетчатку глаза, и иммунитет. То есть, за все вот эти вот моменты отвечают омега-3 жирные кислоты. И если, допустим, ребенок не получает омега-3 жирных кислот, он начинает испытывать дефицит. Вы знаете, мы по омега-3, по данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний момент дефицит омега-3 у 70% населения. Мы с вами не рыбная страна, и взять где-то вот рыбку, да, которую свеженькую можно пожарить, там, что-то с ним приготовить, даже не жарить. Жарить это бесполезно, протушить, там, да, запечь, вот тогда, может быть, результат будет. А у нас с вами такую рыбу не в где взять, поэтому мы будем пользоваться, придумывать что-то другое. И когда мы говорим о том, что все-таки, даже если мы с вами соблюдаем все правила второго питания, что у нас есть там необходимость, у нас все равно есть, у нас все равно есть необходимость дополнительного приема витаминов и минералов. Детей очень сложно уговорить что-то покушать правильное, да, они любят пирожки, я уже говорила, они любят конфетки, они любят различные бутербродики. И у нас сегодня с вами есть такое вот уникальное решение, да, сам продукт Wellness, да, это реальная помощь родителям, ну, которые понимают, конечно, что для их детей это очень важно, потому что этого в рационе питания мы им дать на сегодняшний день не можем. Не потому что не хотим, а потому что просто мы этого дать им не можем. И в принципе в каждом возрасте есть свои потребности. Детям нужны витамины и минералы для того, чтобы обеспечить их рост, да, потому что рацион детей, маленьких даже деток, он не такой богатый, как у взрослых людей. И поэтому здесь, ну, нужно откуда-то брать это дополнительно. И когда мы выбираем для себя некий продукт, витамины, да, минералы, нам нужно понимать, что если мы уж платим деньги, то нужно платить именно за хороший, качественный продукт, и чтобы он содержал в себе не один-два каких-то компонента, да, а как можно больше. Поэтому здесь у нас с вами есть вот такое вот уникальное решение, как продукт компании Арифлейм, детские витамины, минералы и омега-3 жирные кислоты. Если говорить о производителе, то наша продукция, она разработана в Швеции в сотрудничестве с ведущими научными консультантами. Это люди, эксперты в области здорового питания, нейтритеологии. Это люди, которые дают нам возможность понимать, что мы будем пользоваться хорошим, качественным продуктом. И этот продукт прошел всесторонние тесты, многолетние исследования. Вот, допустим, чтобы получить такой продукт, как омега-3 жирные кислоты, было проведено более чем 900 исследований. То есть это тоже очень дорогого стоит. И, конечно же, основателем этого проекта является оперирующий кардиохирург, таракальный кардиохирург Стикстен. Это он, Стикстен, лауреат на Набелевскую премию. Он разработал такой уникальный продукт по своим свойствам, как коктейль Натюробаланс. Это человек, который создал раствор Стэн Солюшн, который помогает на сегодняшний день сохранять донорские органы более чем 24 часа. То есть он спас многие-многие жизни. И, конечно, его заслуга в том, что он разработал аппарат для непрямого массажа сердца для людей полных. То есть вот ни одной жизни, то есть этот вот аппарат, он спас. Что касается стандарта GMP, то есть это самый высокий стандарт, международный стандарт производства, в котором учитываются все аспекты по тестированию и созданию продукции, которая влияет на ее качество. То есть здесь мы можем понимать, что продукт, которым мы можем гордиться. Вообще это продукт не коммерческий, не является коммерческим продуктом компании Ariflame. Просто продукты этой серии были разработаны в научно-исследовательском институте. И компания очень долгое время выделяла на эти разработки Роберта Фьёкник и Йонаса Фьёкники. Они выделяли деньги и в последующем, спустя какое-то время, все-таки было принято решение производить эту продукцию под маркой компании Ariflame. И эта продукция, она использовалась для лечения людей, которые перенесли различные операции на сердце и на легкое. То есть, ну на самом деле, продукция себя зарекомендовала и тогда получилось так, что все-таки компания Ariflame несла свой посильный вклад для того, чтобы помочь людям. Конечно же, именно для компании Ariflame 610 издал книгу «Путешествия на родину Wellness» в этой книге. Там основа здорового питания и история создания продукции, да, и коктейлей, и супов. Там результаты, которые были проведены в эгиросе, да, то есть, и на самом деле, личные истории людей, которым помог Stix10 в период реабилитации либо восстановления. И, конечно же, советы и рекомендации по здоровому образу жизни и есть рецепты от шеф-повара. То есть, на самом деле, это очень интересная книга, которую читаешь с удовольствием и получаешь при этом максимум пользы. И в разработке продукции вместе с Stix10 принимал участие педиатр, профессор Тор Линберг. Это человек, он известен как один из выдающихся педиатров в Швеции, и он принимал, уделял очень большое значение такому моменту, такому вопросу, как питание детей и пищевые аллергии. На сегодняшний момент он является автором пособий для студентов, для мам, для нян, для родителей в том числе, по педиатрии, да, как расти детей, воспитывать и так далее. И также на сегодняшний момент Тор Линберг, он является основателем, даже главным, наверное, редактором информационного портала в Швеции по воспитанию детей. То есть этот, ну, в общем-то, этот сайт, он контролируется, он контролируется в Швеции правительством, вот так вот. То есть на самом деле это огромная заслуга Тор Линберга. И, конечно же, наша продукция, она прошла клинические исследования на научно-исследовательском институте. И Ольга Григориар, это ведущий сотрудник Российской Академии медицинских наук, она дала очень высокую оценку этому продукту. А так лучше меня, уже просто до самого конца, до самого большого языка, она дала высокую оценку этим продуктам. И она всегда говорила, что это продукция для тех людей, кто заботится о своих детях и кто хочет быть для своих родителей, для своих детей, не обузой, а именно растить здоровых детей и получать удовольствие. При этом, конечно же, в исследовании принимала участие Наталья Таран, это научный сотрудник, доктор медицинских наук, педиатр. Она всегда говорит, очень много выступает и говорит о продукции для деток, о детских витаминах и омега-3 жирных кислотах. То есть, на самом деле, Наталья Николаевна, я слышала неоднократно ее выступление, она всегда очень подробно рассказывает о том, как проводились исследования и именно о пользе, которую дают эти продукты. Что касается самих продуктов, давайте немножечко поговорим, потому что я очень люблю эти витамины, витамины для деток. Мы даем сейчас и своему малышу, и первые, когда они появились, я предложила их племяннику. На тот момент он очень сильно болел, и вот они действительно нам помогли. Он вот просто, начиная приемок, наверное, где-то на второй упаковке, он просто перестал болеть. И мы, ну, если честно, мы даже этого не заметили. Заметила сестра, уже где-то прием витаминов стали давать ему где-то в марте месяце, а в декабре сестра говорит, слушай, я получила такую хорошую доплату, говорит, за весь год, там 13-е давали, да, то есть она работает в областной больнице, говорит, нам давали деньги, и я такую хорошую доплату получила, говорит, ты знаешь, мой Денис, я с ним даже на больничный не ходила практически год. Вот тогда мы поняли, что витамины работают. Но на самом деле витамины, это не те, не могут накапливаться в организме, это не те продукты, которые мы можем накопить. Они должны к нам поступать каждый день, к нам и к детям. И постоянно, и на протяжении не только там дня, месяца, но даже круглый год. И если рассматривать, у меня тут немножко такая мелкая табличка, да, по витаминам, но я вам так расскажу, что, значит, смотрите, витамин А, который входит в состав, он нужен деткам для зрения. Вот сейчас со зрением у детей есть проблемы, согласитесь, и у многих детей, да, с глазками проблема, много детей в очках, и, ну, как бы это не очень хорошо. Витамин Д нужен детям для косточек, да, для здоровья костей и зубов. Что касается витамина С, это обязательно, потому что это наш иммунитет. Если говорить про витамины Е и К, то, конечно же, это физическое здоровье детей. И что вы понимали, витамин К наш в организме детей, он не вырабатывается. Его детский организм может получить только с витаминами, либо с продуктами питания. Потому что витамин К, он вообще содержится в листьях зеленых растений, крапива, там, петрушка. Я не думаю, что дети, там, без ума от этих продуктов, да, вот таких вот. Они их просто и кушать не будут, они их боятся некоторых. Поэтому витамин К, он должен поступать ребенку. Это система органов кроветворения, да, то есть это тоже очень важно. Что касается витаминов группы В, они здесь все представлены. И В1, и В2, и В12, это для того, чтобы гемоглобином у ребеночка было все в порядке, чтобы в порядке была нервная система, чтобы ребенок рос активным. И, конечно же, входят минералы. Если говорить про йод, то, знаете, мы на 100% йододефицитны. Проблема щитовидной железы, она вызывает у детей очень много патологий. И в области кардиологии, и желудочно-кишечных трактов. То есть, если не хватает йода в организме, то есть это проблема уже щитовидной железы. А она, как правило, несет, тянет за собой очень большие проблемы. Что касается железа молибдена, то есть этих компонентов организм ребенка тоже должен постоянно получать. Для того, чтобы он рос и развивался. И что касается приема витамин, то есть деткам в возрасте до 3 лет, как правило, 3-4 года, можно давать половинку витамина. Но на самом деле, нашему малышу сейчас 4 года, но мы уже полтора года как давали ему по одной витаминке, так и даем. И вот на протяжении уже 4 лет та же самая витаминка. То есть, ну, ребенку нужны витамины. И уже с 10 лет до 14 это по 2 витаминки в день. Витамины не содержат ксилит, вернее, содержат ксилит, это очень полезный компонент для детских зубов. И витамины, они такие, знаете, со вкусом апельсина. Очень вкусненькие, они похожи на жевательную такую таблеточку. И дети ее с удовольствием едят. Единственное, что я, как взрослый человек, я заметила, что там присутствует немножко запах йода. Но если вы ребенку не скажете, что это йод, то не особо он догадается, ему это не важно. Вот это просто, что я для себя выделила, что это действительно очень важно для ребенка, да, вот для витаминов. То есть, мне это очень, очень нравится. Дальше мы идем. У нас омега-3 жирные кислоты. То есть, ну здесь роль омега-3 в организме очень сложно недоценить. То есть, куда мы с вами не посмотрели, на что вы не обратили внимание, омега-3 здесь очень-очень нужна. И мы понимаем, что омега-3, она производится из сырья, которое получают в Тихом океане, холодной водой. И то сырье, оно используется тушка рыбы, да, то есть это анчел, тушка рыбы из подкожного рыбьего жира. Что касается системы очистки, это пятиступенчатая система очистки. И здесь проходит нейтрализация, добавляют витамин В, чтобы не прогоркало омега-3. И по вкусу, опять же, добавлено масло лимона, оно натуральное. И, вы знаете, очень приятный такой вкус. Ну, конечно, он слышен, что это рыбий жир, но в любом случае это не тот рыбий жир, который давали детям очень-очень давно в детских садах. И сейчас вот роль омега-3 как-то стали понимать, что это все-таки очень важно и для мозга ребенка, и для его сосудов. И для того, чтобы ребенок рос активно, потому что если ребенку не давать омега-3, его нагрузки, да, те инфекции, которые сейчас есть, это все будет очень негативно воздействовать на ребенка. И, в принципе, он, ну, не сможет он адекватно воспринимать ту информацию, которую получает. Сейчас ее очень-очень много. И омега-3, она обязательно для кожи деток нужна и важна, потому что очень много аллергических реакций. А здесь, если получается, получает ребенок омега-3, то с кожей все в порядке. Нужна омега-3 для волос. Ну, и если все-таки, как я уже говорила, недостаток омега-3, это могут быть и сухости кожи, и те же самые диатезы. То есть омега-3 можно этим, вот это все можно омега-3 подкорректировать. Ну, и если говорить по поводу суставов, да, все-таки это тоже очень важно для детей. Для памяти, для памяти, для того, чтобы ребенок не был гиперактивным, это тоже очень важно. Если говорить для зрения, то помните, я говорила, что все-таки жиры, они входят в состав мебранной клеточки. Так вот здесь вот это тоже очень важно. И для зрения, для сетчатки глаза омега-3, она просто незаменима. И для мозга на 30% наш мозг состоит из омега-3 жирных кислот. И если этого недостаточно, то представляете, как тяжело ребенку и в обучении, и вот принимать всю информацию, которая вот на него просто-просто так падает. Значит, если по поводу омега-3, да, то есть мы тоже пользуемся этой продукцией. Я ее очень-очень люблю и сама дополнительно принимаю. И в моей семье, допустим, наш малыш, он с удовольствием пьет. Многие детки, родители жалуются, что он, у меня ребенок не хочет. Вы знаете, когда ребенок не хочет, не надо ему ложку с омега-3 совать в рот. Ему можно эту омегу просто добавить в кашу, добавить в супчик, и ребенок ее просто не заметит. И это будет хороший результат, чем будет ребенку в лишний раз создавать стресс, да. Если говорить по поводу сердца, для сердечно-сосудистой системы омега-3, она тоже просто незаменима. Она выводит все эти жиры, да, нехорошие жиры, которые дети получают. Ведь, знаете, все равно никто не отменил пирожки, никто не отменял трансжиры, которые задержатся в продуктах, да. А вот омега-3 как раз у нее такая способность выводить это все из детского организма. И для взрослых, ой, для детей, конечно же, омега-3, она еще больше важна, чем для детей. Потому что когда ребенок в период роста и развития получает все полезные витамины, минералы, омега-3, жирные кислоты, он же растет, развивается совсем-совсем по-другому, да. То есть у него нет проблем со здоровьем, и он может получить полноценно всю информацию. И, конечно же, омега-3, как я уже, да, я уже рассказала про это, как ее принимать. Одна чайная ложечка детям достаточно в день, да, это 1200 миллиграмм омега-3 жирных кислот. Ну вот, как это бывает, то есть это я уже сказала. И если, многие говорят, что как же я могу приобрести для себя эту продукцию. В принципе, мы, те мамы и папы, у кого есть дисконтные карты в компании Reflame, могут покупать этот продукт со скидкой 20%. Это тоже здорово. А еще, еще круче, то, что у нас есть с вами возможность оформить для себя подписку. И четвертый продукт получить практически бесплатно со скидкой 95%. Да, подписки участвуют и комплексы витаминов и минералов, и омега-3 жирных кислот. Что касается цены, то, оформив подписку для своего ребенка, вы потратите всего лишь 16 400 рублей или 1 рубль 64 копейки. Это не такие большие деньги, потому что для того, чтобы вы могли приобрести ребенку овощи и фрукты, это где-то 30-40 тысяч, ну, это для витаминов 71 копейка в день. Я думаю, что это немного, 7100 рублей. И омега-3 жирные кислоты, они, конечно же, не заменят 200 грамм лосося, потому что 93 копейки, да, это не 60, не 70 тысяч. То есть в общей сложности для нас это, ну, очень такие хорошие, выгодные вложения для деток. И когда мы говорим о здоровье, мы должны помнить, что все-таки здоровье, оно дороже золота. Если что-то происходит в жизни, вот какая-то нехорошая ситуация, мы готовы выложить любую сумму денег. И это уже, ну, как бы не единичные случаи. Когда мамы, обратите внимание, сколько сейчас пестрят помощи, да, просят различной помощи, хотя хоть сколько-то денег на лечение детей там за границей еще где-то. А о том, что вкладывать деньги в профилактику мы почему-то забываем. Вот нам проще, да, лечить ребенка, покупать дорогостоящие антибиотики, чем каждый день давать ребенку витамины и омега-3. Вот это, наверное, результаты выбора каждого человека. Я благодарю вас за внимание. У меня все. Давайте будем растить наших деток здоровыми. Если у вас есть какие-то вопросы, я готова ответить. Задавайте. Нет, да? Хорошо. Спасибо за внимание. Сейчас в нашей вебинарной комнате буквально через несколько минут подключится человек, который расскажет вам о том, как можно в компании Арифлейм зарабатывать деньги, как это у него получается. Человек – это тот, который дает нам энергию, тот человек, который сопровождает нас уже на протяжении, у меня уже на протяжении практически 7 лет, дает энергии, дает знания, дает всевозможную, оказывает всевозможную помощь. И через несколько минут к нам подключится наш билиантовый директор Денис Бирюков. Поэтому я желаю вам приятного просмотра. Хорошего вам... Продолжение следует...